Компания Китфинанс, меня зовут Василий Евдокиенко, и мы начинаем утренний видеобрифинг Эспрессо, на котором в течение ближайших 10 минут или около того постараемся представить сценарий на открытие торгов в Москве, поговорим о том, как, скорее всего, пройдет торговля и где можно ожидать индексы к закрытию. Напоминаю, что Эспрессо – это первый из видеобрифингов, которые мы подготовили для вас сегодня. Далее мы пойдем по расписанию. Сегодня у нас среда, в 11 часов Андрей Архипов представит свой видеобрифинг краткосрочным. Далее в 12 часов Дмитрий Шигардин с видеобрифингом Фрэш расскажет о текущих идеях, которые двигают акции российских акций. Сегодня вторник, что-то я уже тороплюсь сегодня. Да, сегодня Елена Беляева с видеобрифингом «Не так страшен чарт» представит свой технический взгляд на текущую ситуацию. Далее в 12 Дмитрий Шигардин и в 5 часов мы будем с Дмитрием подводить итоги сегодняшнего дня на видеобрифинге 5 o'clock. И в 17.30 Олег Крот ставки сделан, это его видеобрифинг по инвестиционным идеям в голубых фишках. Вот такой план работы на сегодняшний день. Сейчас давайте переходить к терминалу Bloomberg для того, чтобы посмотреть на то, что у нас происходит в мире. Итак, обращая внимание традиционно на торговлю вчерашнюю в Соединенных Штатах, здесь мы видим ярко-зеленый цвет, плюс 3-3,5% прибавляли основные индексы. Индекс широкого рынка 3,4%, наждак 3,5% и почти 3% голубые фишки из состава Dow Jones. Внутри дня торговли здесь выглядело следующим образом. Мы видим, что началась она с бурного оптимизма, дальше шла в таком боковом движении ближе к верхней границе и закрылись мы на максимумах дня, что в принципе в побычье характеризует торговлю, которую мы вчера наблюдали. Наверное, это был самый зеленый день из того, что мы видели за последние пару-тройку месяцев. Так, соответственно, Азия на все это буйство оптимизма реагирует следующим образом. Здесь у нас рост на 2% после дня физкультурников в Токио, Гонконг растет на 3%, это позитивная динамика также в Шанхае, плюс, интересно нам еще Австралия, плюс 0,63, ну, учитывая вчерашний рост, тоже неплохой результат. Внутри дня Австралия выглядит следующим образом. Здесь, я бы сказал, выхода вверх, но торговля в таком боковом диапазоне. Сейчас мы ближе к нижней границе, что, наверное, предполагает некоторую сдержанность на открытии торгов в Москве, но все-таки позитивное движение далее. Так, давайте еще Гонконг посмотрим внутри дня, плюс 3%. Здесь также мы движемся к нижней границе, то есть постепенно оптимизм игроков, ну, я бы так сказал, сокращается локально, если говорить о микротенденциях, да, что также говорит, дает доводы для ожиданий скорее нейтрального открытия торгов в Москве, учитывая то, что вчера мы достаточно оптимистично закрывались. Так, фьючерсы на американские индексы у нас движутся скорее, ну, движутся около нуля, сейчас они теряют пятую часть процента, и опять же, внутри дня динамика выглядит следующим образом. Мы с открытия начинали в нуле, потом ушли вниз, попытались пройти ниже в районе 7 часов утра по Москве, и с 7 часов возвращаются покупатели, и сейчас мы пытаемся скорее идти вверх, хотя, повторю, во фьючерсах на американские индексы мы стоим ниже нуля, что, ну, нельзя сказать, что плохой сигнал, но скорее нейтральный. Итак, фьючерсы на FTSE 100, британский индекс фондового рынка, сейчас, соответственно, торгуется в небольшом плюсе, ну, я бы сказал, в нуле, половину процента лишь прибавляют, также скорее нейтральный сигнал. Так, по нефти нужно сказать следующее, здесь у нас снижение котировок на пятую часть процента по нефти марки Brent, и на одну десятую по нефти WTI по американской смеси, но абсолютные котировки, обращаю внимание, 85.31 и 80.73 вполне благоприятны для российских акций. Также обращаю внимание на то, что золото у нас продолжает свой рост, 16.77 за унцию, очень неплохие, неплохие уровни, то есть рынки, ну, скорее ждут продолжения ослабления денежно-кредитно-денежной политики, которую мы видели в Европе, и вот сейчас новости в Китае прошли про то, что вчера китайцы, государственный фонд инвестиционный покупал бумаги китайских банков, я думаю, Дмитрий может подробно на этом остановится, или мы с ним вдвоем в пять часов, если, напомните, обсудим эту идею, очень важную для такой среднесрочной торговли. На комиксы, тем не менее, у нас медь теряет 1,2%, что скорее негативно характеризует текущий спрос на риск, так что мы видим не все однозначно. Так, по нефти, наверное, имеет смысл посмотреть на график вчерашний и сравнить уровни вчерашнего закрытия и сегодняшней торговли. Так, нас интересуют два последних дня. Если Bloomberg, конечно, позволит нам сделать это быстро. Итак, вчера мы закрывались... Так, вчера мы закрывались... Да, что ты будешь делать? Если честно, вчера мы закрывались примерно на тех же уровнях по нефти, да? Основное движение мы включили, и сейчас где-то пятую часть процента от вчерашних уровней теряем, так что без особых идей сегодня на открытии. Так, это то, что касалось нефти по валютному рынку. Для того, чтобы завершить с внешним фоном, давайте посмотрим, что происходит. Обновим котировки по Форексу. Да? Нет? Вот, спасибо большое. Итак, мы видим, что большинство валют у нас в красном цвете против американского доллара, и это характеризует, ну, скорее, как некоторую коррекцию после вчерашнего ралли американского. Сейчас рынки успокаиваются, привыкают к новым уровням и стараются отстояться, посмотреть, что будет происходить дальше. Евро стоит в нуле. Абсолютная котировка по евро 1.3639 достаточно высоко по сравнению с предыдущими уровнями. Это, судя по всему, вчерашний день нас так высоко завел. Так, ну, основные валюты в нуле, так что здесь тоже скорее нейтральные сигналы валютный рынок нам подает. Таким образом, на открытии торгов в Москве сегодня можно ожидать нейтрального движения, то есть отсутствие, скорее, отсутствие движения. Может быть, слегка будут чуть сильнее продавцы. Но тут гадать очень сложно, так что думаю, что будем торговаться в диапазоне где-то 13.75-13.85 с утра. И я бы ставил на что-то ближе к 13.75, но это просто гадание на кофейной гуще. Евгений спрашивает, проголосовали ли Словакия за единый этот фонд. Сегодня голосует, Дмитрий мне подсказывает. Так, сейчас разрешите, я запущу наш традиционный опрос. Он появился у вас в панели инструментов. Уважаемые участники, пожалуйста, голосуйте. Так, еще раз. Еще раз. Что ты будешь делать? Так, вот сейчас должен был появиться в вашей панели инструментов. Пожалуйста, голосуйте. И по вашим ожиданиям по индексу ММВБ. И, соответственно, через несколько минут подведем итоги и сверим часы на сегодняшний день. Ваши ожидания по индексу ММВБ на сегодняшний день. Рост, падение, нулевая динамика или отсутствие идей. Так, а тем временем я постараюсь посмотреть на маркет профайл по индексу ММВБ. Так, это у нас график. Соответственно, 13.80, скорее всего, открытие, может, чуть ниже МКТП по сегодняшнему дню. Так, у нас еще есть какое-то время. Сейчас немножко настроим. Не запоминает у нас, к сожалению, Bloomberg настройки. Или мы не знаем, как их запомнить. Так, соответственно, открываться будем где-то вот в районе этих значений. Ну, здесь надо сказать, что у нас снизу достаточно неприятная, непроторгованная зона. То есть мы так вчера повисли в воздухе. Ближайшее сопротивление расположено где-то, наверное, на 13.70. Так что, а сильное сопротивление в районе 13, наверное, 60 или даже ниже, 65. Так что, если ситуация будет развиваться негативным образом, то, скорее всего, можем провалиться достаточно сильно, если пойдут какие-то негативные новости. Так что, сегодня надо быть крайне осторожным. Но я бы ставил сегодня на продолжение движения вверх. Потому что, ну, вот китайская история с покупками. Плюс четверг у нас какое-то очередное конечное решение по Греции. Плюс в пятницу неплохой рынок труда. Так что, плюс еще корпоративная отчетность у нас будет только после закрытия по Алко. Так что здесь этот фактор неопределенности также не будет оказывать, скорее всего, своего влияния. Так что я бы ждал движение наверх. И думаю, что основная торговля у нас пройдет вот где-то вот в этих диапазонах. Пойдем от 13.85 до 14.000. Вряд ли 14.000 по индексу ММВВ преодолеем сегодня. Но хотя в последнее время мы торгуемся достаточно волатильно. Так что, может быть, и туда отправимся на неплохих ожиданиях. Вот так бы я описал маркет-профайл по сегодняшнему дню. Нужно сказать следующее. Сегодня день не очень насыщенный. В Европе у нас, соответственно, выступление Трише в 11.30 перед Европарламентом. Скорее ритуальное действие. Также у нас в Словакии голосуют по поводу расширения помощи Греции. И предоставления помощи Греции. Так что здесь, возможно, какие-то новости, учитывая не очень, как это называется, дружелюбный характер словаков. Далее по Европе и по Америке статистики большой не будет. А вот сейчас у нас рынки, кстати, открылись. Здесь 13.83. Нет, все-таки покупатели сильнее оказались. Так, по Соединенным Штатам. Сегодня больших новостей нет. Статистики нет. Отчетность только Алко будет после закрытия. Так что это идея завтрашнего дня. Так что сегодня опять без особого новостного фона торгуемся. Но я бы продолжал движение, продолжение движения вверх. Вот такие мои ожидания на сегодняшний день. Сейчас разрешите, я закрою опрос наш. И здесь у нас следующим образом распределились голоса. Распределились голоса следующим образом. За рост 26%, за падение 26%. И за нулевую динамику 10% участвующих. Ну, наверное, с таким распределением вероятности можно согласиться. Потому что не совсем понятно, куда пойдем. В связи с тем, что новостей больших не будет. Но я бы ставил все-таки наверх. Потому что все-таки во второй половине недели нас ждут позитивные данные. Ну и американцы задали хороший тон для сегодняшней торговли. А вот, кстати, обратите внимание, 13.79% все-таки продавцы продавливают сейчас индекс ММВБ. Итак, всем большое спасибо. Напоминаю, что сегодня я бы ожидал роста в сторону 14 тысяч по индексу ММВБ. Через несколько минут уже можно будет, наверное, через несколько часов, до 12 часов, можно будет начинать покупки. Всем большое спасибо за участие. Напоминаю, что у нас еще целая серия видеобрифингов подготовлена для вас сегодня. Подключайтесь к Дмитрию Шагардину в 12 часов. И в 17.00 мы будем подводить с Дмитрием предварительные итоги сегодняшнего дня. Да, и не забудьте сегодня отчетность Мечила. Вообще металлурги очень интересны в последнее время. Всем спасибо. Всего доброго.